А ручки повыше, повыше. Все повторяем за Мишей Ивановым. Миша показывает движение, как нужно это делать. Привет, орбита! Привет! Привет! Привет, орбита! Привет! Привет! Я хочу вам сказать о том, что сегодня, сегодняшний конкурс, он вдвойне, наверное, значим, потому что, во-первых, мы с вами узнаем, кто сегодня из прекрасных претендентов все-таки заработает звание мистера, мисс орбита. И этим сегодняшним конкурсом, наверное, я уже могу сказать точно, мы с вами практически заканчиваем смену 2 лета 2018. Ой, это что, радостные были аплодисменты. Не знаю, как вам, не знаю, как вам, я бы, наверное, еще очень много раз смотрела детей на сцене, но всему хорошему всегда приходит окончание, и я думаю, что мы обязательно эти дни с вами проведем очень весело и задорно. Впереди церемония награждения, большой спектакль и, конечно же, вожатский концерт. Ну а сегодня мистер и мисс орбита среди старших отрядов! И чтобы понять все-таки, кто у нас сегодня по-настоящему заслужит это звание, мы пригласили сегодня в жюри людей, которые, наверное, будут оценивать как прекрасную половину, так и сильную половину. Итак, прекрасная половина сегодня будет под зорким взглядом двух молодых людей, один из которых всеми любим, известен, и он практически очень долгое время отказывался садиться в жюри старших мисс и мистер. Это спортивный инструктор Диамолин Олег Александрович! Ну и человек, который просто-напросто очень честный, очень неподкупный, красивый, молодой, задорный Влад Чумак. Ну а теперь про тех, кто будет, как говорится, оценивать сильную половину. Девчонки, многие вам известны, но сегодня мы пригласили в жюри человека очень творческого, человека, который заслужил, я думаю, очень такую положительную репутацию, как человек, понимающий детей, знающий отряд, умеющий работать с детьми, ну и ценитель прекрасного. Это воспитатель 10-го отряда Наталья! Ну, без этой девочки никуда, потому что она наша. Наша, причем она тоже бывала, становилась, даже не помню, в далеком 2005 году. Мисс Орбита. Ой, как давно это было. Это хореограф Катя Ионычева. Ну и, наверное, по старшеству, я имею в виду не возраста, а должности, человек, без которого, да, наша зря плата, быть может, повысится, а может, понизится, отдел кадров Федорюк Анастасия Андреевна. Вот видите, как Миша умеет зарабатывать баллы в своей заработной плате. Молодец, Миша, так и нужно. Сразу вспоминается сказка Репка, но не будем об этом. Итак, ну, не знаю, как вы, мне кажется, я каждого из детей, которые находятся за кулисами, знаю прекрасно. Они очень творческие, они очень подвижные, интересные, красивые, молодые. И, в общем, кто выберет для себя того, за кого будут болеть, это ваше право. Но, мне кажется, поддержать аплодисментами стоит всех и сразу. Итак, встречаем. Дети первого, второго, третьего и четвертого отряда на сцене борются за звание мистера и миссы Орбита. Аплодисменты! Аплодисменты! Дети первого, третьего и четвертого отряда на сцене борются за звание мистера и миссы Орбита. Дети первого, третьего и четвертого отряда на сцене борются за звание мистера и миссы Орбита. Дети первого, третьего и четвертого отряда на сцене борются за звание миссы Орбита. Дети первого, третьего и четвертого отряда на сцене борются за звание миссы Орбита. Дети первого, третьего и четвертого отряда на сцене борются за звание миссы Орбита. Дети первого, третьего и четвертого отряда на сцене борются за звание миссы Орбита. Дети первого, третьего и четвертого отряда на сцене борются за звание миссы Орбита. Дети первого, третьего и четвертого отряда на сцене борются за звание миссы Орбита. Почему не могу избавиться от мыслей о тебе? Почему мне так понравилась ударила любовь по голове? Почему не могу разобиться и просто доцепить? Почему ты получаешься в таких красах? Люблю хочу тебе сказать Я делаю потому, что я делаю Я делаю потому, что я делаю Все это моя джаз, 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 джаз Одновременно радостно И почему ты груст, груст, грустно Я делаю потому, что я делаю Все это моя джаз, джаз, джаз Одновременно радостно И почему ты груст, груст, грустно Ну что ж, знакомимся! Четвертый отряд! Аплодисменты 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 Женцов Женцов гони! И почему ты груст, груст, грустно Одновременно радостно Уважаема Юлия Третий отряд Наверное потому, что Все это моя джаз, 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 джаз Одновременно радостно И почему ты груст, груст, грустно Третий вас не слышно! И снова третий Мачо-мен! Ой, простите! Семен Князев! И Злобина Алина! Вопрос Почему мне стало не хватать тебя? Я думал, это не всерьез А теперь я не могу прожить дня Это перегруз, это перед Третий вы где? Я переключиться совсем не могу Просто тону Буду я ко дну Хочу лишь тебя я одну Ну почему? И второй обряд Мачо-пи! Татьяна Рябова! Второй я вас не слышу! Татьяна Рябова! И первый Манок Никита! Анина Рябова! Ведь они вас плохо слышно! И снова первый, Малушников Виталя, и Жыкова Олеся. И снова первый, Малушников Виталя, и Жыкова Олеся. И снова первый, Малушников Виталя, и Жыкова Олеся. А теперь, Экранисменты, все участников! Громче, громче, громче! Ну, я не знаю, если вы согласны, что они клевые, аплодируйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, первое выполнение осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 8 выходов на задание. Это абсолютно не сложно, самое главное не волноваться, держаться на сцене вместе и улыбайтесь. Сделайте всем улыбочку так, чтобы зал вас поддержал аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, что такое визитка? Конечно, визитка – это своего рода, ну, может быть, характеристика. Может быть, как чаще всего пишут автобиография. Может быть, это просто биография, известная другому. Ну, в общем, сейчас мы с вами очень многое узнаем о представителях 2-го отряда. Это Рябова Татьяна и Пащук Филипп. Включаем бурными аплодисментами! АПЛОДИСМЕНТЫ Сцена номер один – «Знакомство». Расправлены плечи и грудь колесом. Спина, как у шпарца, при свете любом. Длинные волосы, стройные ноги. Танюша красива, не будьте к ней строги. АПЛОДИСМЕНТЫ Сцена номер два – «Свидание». А хочешь, я расскажу тебе стихотворение? Хочу. Какой ты у меня романтичный. АПЛОДИСМЕНТЫ Филипп просто зверски играет в футбол. Пробивает ворота ногами и лбом. Танюша поет у нас очень красиво. Вы уже знаете, как это мило. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Цена номер три – «Как за каменной стеной». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фил сдержан, но если надо – убёрт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И Филипп очень горд. АПЛОДИСМЕНТЫ Танюша добра ко всем на свете. Об этом знают взрослые и дети. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ПОТРИДЕННОМУ И ШВАЙКО. Их всё время приглашают на плохие роли. Мальчишки, ну когда вы будете уже рыцарями или влюблёнными, ну не знаю, там, какими-то романтиками? Александр. Александр, это к тебе вопрос. А-а-а, я знаю. Они просто услышали от кого-то, что девчонки любят плохие. Мальчишек. Да, Саша? Да. Итак, ещё раз аплодисменты второму отряду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А мы ждём на этой сцене со своей визиткой отряд номер 4. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Они закатились в стулья, и поэтому, как только они появятся на сцене, мы снова всё начнём. У стульев сломался, наверное, этот, кто там, моторчик, моторчик сломался. Итак, со своей визиткой на сцену вновь выходят Трифаненков Андрей Грибакина, Алёна, 4-й отряд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешите представиться, Андрей. Очень приятно. Алёна. Вы такая грациозная, вы так прекрасная, у вас такие добрые глаза и очаровательная улыбка. Да, это всё про меня. Вы такой красивый, сильный, храбрый, умный. Ну, вы тоже не пробовы. Это всё обо мне. А ещё я люблю орбиты, 4-й отряд и печеньки. Я думаю, мы подходим друг к другу. Это судьба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аплодисменты четвёртому отряду. Молодцы! 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 Как-то плохо поддерживают четвёртый отряд. А ведь, между прочим, им сложнее всего, потому что практически они самые младшие в сегодняшнем конкурсе. Да ещё и будут соревноваться с такими о-о-о-о детьми, которых мы с вами знаем очень долго и очень сильно-сильно любим. И знаем, на что они способны. Поэтому поддержите 4-й отряд горными аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а сейчас, кстати, Андрей Трифаненко вообще оказался буквально силачом. При первом же подходе у быка сразу свалили с рога. Поэтому, я думаю, Андрюха сила. Кто согласен, аплодирует. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а сейчас на сцену со своей визиткой выходит третий отряд. Причём сразу обе пары вместе. Знакомимся с Куваевой Юлией, Шипцовым Даниилом, Злобиной Ариной и Князевым Семёном. Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Я должен приготовить самую лучшую пиццу на земле. Что ж, мне понадобятся лучшие ингредиенты. Ингредиенты-лидеры. Мы лидеры! Мы лидеры! Я Данил, каенский перец. Потому что мне нравится Порш Каен. Да! Ещё я яркий снаружи, но очень горячий внутри. Да! Я Юля, и я Грибуля. Я такая же хитрая, как моя лисичка. Да! Такая же весёлая, как мой мухоморчик. Да! А ещё я люблю юбочки. Да! И шляпки. Да! Я Арина. Ананас. Ананас научила жить. Ананас. Ананас предела на эту стену. Ананас. Ананас вкусила и пила. Дальше по тексту. Ананас любит. Ананас. Ананас. Сладкий на вкус, кислое послевкусие. АПЛОДИСМЕНТЫ А я Семён. Княжеская соляня. И что во мне только нет. Мясо. Есть. Кости. Тоже есть. Жир. Немного. Но зато много таланта и творчества. И щепотка послушания. Ой, нету щепотки. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, я принёс решение. Вы все в пицце. АПЛОДИСМЕНТЫ Все за мной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МОЛОДЦИ 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 Ну, я так понимаю, что характеристика была связана, конечно же, с детьми. Но каждый из них ассоциирует себя с каким-то овощем, фруктом или просто грибочком. Но я думаю, Алине Слобиной всё-таки больше всего подходит больше. Не ананас, а мухомор. Нет? Я ошибаюсь? Но, по крайней мере, мухомор, который не ядовитый. Итак, ещё раз аплодисменты третьему отряду. АПЛОДИСМЕНТЫ МОЛОДЦИ Младшие отряды у нас сегодня отказываются аплодировать. Я правильно понимаю? АПЛОДИСМЕНТЫ А, это МСЯ за вчерашний день. Итак, у нас остался только лишь один отряд номер один. Один отряд номер один. И до сцены выходят представители первого отряда со своей визиткой. Малькова, Дарья, Баранов, Никита, Быкова, Олеся и Лушников, Виталя. Встречаем бурными аплодисментами. Какой мёртвый зал. АПЛОДИСМЕНТЫ Это первый отряд. АПЛОДИСМЕНТЫ Грустные дети. АПЛОДИСМЕНТЫ Вначале была одна пара. Лушников. Лушников. Быкова. Но так как в лагерь приехал ещё один опытный игрок, мы решили выбрать ещё одну пару. Баранов. Малькова. Миш, я не знаю характеристик этих игроков. Они новые. Давай зайдём в характеристики, да посмотрим, что они умеют. АПЛОДИСМЕНТЫ Герой. 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 Лушников. Характеристика. Типаж сладенький, рост маленький. Сила жмёт 150. Свежпособность засыпает в нужный момент. Сила жмёт. Сила жмёт гет. «Л расслабия». Герой. Читали. Герой баранов. Характеристика. Тип. пофигист, рост длинист, сила ну, магия суперспособность всегда просит пестов герой быкова, характеристика типаж принцесса, рост без пресса, сила ультразвук суперспособность рык тигра игрок малькова, характеристика типаж, хорек рост, малек сила, 32 зуба суперспособность ослепительная улыбка малькова, характеристика и доставка шарик «малькова» «малькова» Иванов, Миша и Малькова, Арина, срочно зайдите в Пионерскую. Повторяю, Миша, Иванов, вожатый первого отряда, и Арина, Малькова, срочно зайдите в Пионерскую. Теперь их судьба в ваших руках. Аплодисменты! Молодцы! Ну вот теперь мы узнали, чем занимается Миша Иванов и Арина Малькова, когда у них в сон час, ну в сон час не который дневной, а вообще просто в сон остается 15 минут свободного времени. Миша, вы хоть высыпаетесь? Высыпаетесь. Ну и прекращайте уже играть, тем более дети показали, что самыми сильными игроками являются они. Итак, еще раз аплодисменты всем участникам. Мы приглашаем на сцену все пары. ЗАО «Быть может быть» благодаря тому, что они появятся. Наконец проснется, да, и начнет аплодировать громко. Олеся, чуть-чуть туда, чуть-чуть. Аплодируйте, аплодируйте, кто кому нравится. Ну что ж, я думаю, что наступило время для конкурсов, у которых не было подготовок. И чаще всего детей боятся, хотя вы же помните, что импровизация, она самая ценная, самая интересная, самая веселая и так далее. Итак, мы объявляем первый конкурс. Первый конкурс, который будет для вас обоих. То есть в конкурсе первым участвует пара. А количество баллов заработанных, каждый балл будет присуждаться и тому, и другому участнику. То есть сейчас работаем на пару. Все понятно? Ну а какое задание, я сейчас объясню. Это очень известная игра на телеканале. Ее очень любят молодежь. Я сама ее тоже иногда смотрю. Хотя уже себя не считаю молодежью. Но мне она очень нравится. Потому что, когда я смотрю ее, всегда задаю себе вопрос. Да елки-палки, где логика? Отсутствие логики – это самая логичная штука. Поэтому мы объявляем первый конкурс, который называется «Проверь себя». Сейчас на экране появятся три картинки. Три картинки, которые в совокупности образуют название известного фильма. Ваша задача – определить, что это за фильм, а уже потом жюри оценит, насколько логически вы это сделали. Ну, в общем, мы объявляем первый конкурс, который называется «Проверь себя» по-другому. Где логика? Нет логики. Угадываем. Фильм, известный всем. Итак, первыми. Ну, можно? Да. Вот у нас есть желающие. Возьмите микрофоны. Они первые. Это третий отряд. Семен и Арина. Итак, вы смотрите на экран. Смотрите на картинки, обсуждаете, а затем называете фильм. Все понятно? А затем мы вас все-таки спросим, где была ваша логика и почему вдруг этот фильм. Договорились? Насколько интереснее вы объясните, то мы тоже это оценим. Вернее, не мы, а жюри. Итак, пожалуйста. А у нас что со светом? Все нормально? Включайте. Включаем. Итак, пожалуйста. Вот вам первое название фильма. Можно поддерживать аплодисментами. Ну, я думаю, что время, наверное, пришло. Можно рассуждать. Ну, давайте, порассуждайте. Итак, Арина, пожалуйста. Ну, ты же помнишь, логика все равно присутствует. И поэтому здесь есть очень много подсказок. Пожалуйста, Семен, что думаете? Как? Почему? Что видите? Ну, так, что вы видите, Арина? Остров. Остров. Вау. Так. Так. С белыми. Почитаем. Остров. 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 Это что такое остров? Что такое остров? Остров. Чай с души. Чай с души. Чай с души полный, с черной водой. С земля. А скажите, у вас с голосом что-то? Нет. Вот смотрите, от того, как вы играете, зависит шум в зале. Итак, есть у вас предложение? Что это за название фильма? Может быть, не то, не фильм, а может быть, это какой-то сериал, может быть, мультипликационный фильм, я не знаю. Итак, это, поехали. Мадагаскар. Мадагаскар. Это действительно Мадагаскар. Я хочу сказать, злобина, я в школе скажу, что ты не знаешь, что такое остров, чтоб тебе по географии, кстати, это Мадагаскар, чтоб тебе по географии поставили два. Хрязев, и в твою школу тоже позвоню. Но они угадали название, поэтому аплодисменты. Они зарабатывают свой балл. Эх вы. Остров – это суша, окруженная со всех сторон водой. Я не сказала. Передавайте микрофон. Передавайте микрофон. Кто следующий? Кто следующий? Итак, снова третий отряд. Пожалуйста, Даниил и Юлия, ваши картинки. Даниил и Юлия. Юлия? Ну давай. Это? Тренер. Тренер. Это тренер. Подождите, давайте разберемся, почему. А, Черчезов похож на Кащея, да? А, ну в принципе, Лейс, они чаще всего футболисты, да? То есть ты считаешь, что если бы мы посерединке поставили футбольную команду? Нет, ну быть может, быть может. Давайте посмотрим, насколько это правильный ответ. Голодные игры. Где логика? Теперь вы ее понимаете? Не понимаете? Ну давайте объясним. Кащей. Почему он Кащей? Он худой, потому что голодный. Центральная картинка – это игра. А это голодные игры. Всегда все думают только о еде. Голодные игры. Третий отряд – аплодисменты. Где логика? Второй отряд. Встречаем второй отряд. Готовы? Нет логики. Итак, ваши картинки. Итак, готовы, ответ готовы. Время первых. Время первых? Время первых. Ну, кстати, тоже неплохо, да? Единственная какая связь с флагом Советского Союза? А какая, а какая? А, нет, просто я фильм не видела. А при чем здесь секундомер? А, время первых. В принципе, да. Но может быть жюри может добавить здесь дополнительные там 0,75 балла. На самом деле все просто. Движение вверх. Теперь почему? Понимаете? Не понимаете? Микрофон, бери микрофон. Ракеты, ну, вверх. Так. В этом фильме, ну, рассказывается про советских баскетболистов. Время, потому что они забили на последней секунде. Две последние секунды, да? Последние две секунды, вот теперь все стало логично, правда же? Аплодисменты второму отряду. Ну, время первых мне тоже понравилось. Первый отряд. Ну, Кита и Даша. Ой. Ну, давайте. Вот ваши картинки. Ну, давайте. Каждая картинка. Ну, первая картинка. Ну, первые всадники. Какие всадники? Не всадники, а... Весоветского фильма. Если я скажу, да, что это за фильм, тогда это будет сразу крутая подсказка. Но вам не повезло, что вы его не знаете. Хорошо, продолжаем дальше. Что там? Низор. Это... 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 Война. В микрофон, говорим. Война, там просто... Война. Совершенно верно. Там булышники. Камни булышники. Видно, что по личной картине. Потому что там сама башня. Я не слышу, что ты говоришь. Видно, что на третьей картинке там сама башня. То есть это... Ну, если вы проехали по Франции. Так. Нет. Ну, давай. Может быть, вы уже знаете название фильма. Кстати, все вопросы по этому фильму я вам потом скажу, кому задать. Итак, есть вариант ответа? Придумайте ответ. Ведь первая пара придумала и угадала. Пожалуйста. Какая-то связь. Ну что, может быть, подсказать им, как называется фильм. Первый фильм. Это очень-очень-очень старый фильм. Все, кто чуть постарше вас в зале. Ну, чуть-чуть, лет на 25. Они знают, что этот фильм называется «Неуловимые мстители». Ну вот, я подумала, что это будет крутая подсказка. Итак, мы считаем до трех зал. Один, два, три. Итак, ваш ответ. Это мстители просто. То есть я такая вам назвала? Вот, вот, вот. Нет. Мстители война бесконечности. И это правильный ответ. Мстители война бесконечности. Аплодисменты первому отряду. Грустная Быкова. Грустный Лушников. Все хорошо. Логики нет. Поэтому называйте, что на лоб придет. Итак, ваши картинки. Итак, Олеся знает название. Да почему вы не умеете работать с микрофонами, а? Сверяполис. И это правильный ответ. Объясни, как ты догадалась. Там есть тигр. И вот это, коза или кто там? Козел. Там есть кролик. А кролики едят морковку. И полис. Мега полис. Звера. Звера полис. Где логика у Быковой? А где кролик? Это тынк. А, кролик ест морковку. Аплодисменты. Это правильный ответ. Ну и у нас остался четвертый отряд. Для них специальное. Специальное для вас. Козелухиха, я вообще не понимаю. Вспоминайте все известные фильмы. Мультфильмы. Сказочные какие-то фильмы. Итак, есть у вас ответ? Давайте разбираться. Итак, что у нас на первой картинке? Первое. Живи, живи, живи. Первое это аквапарк, по-моему. Аквапарк. Я тоже так думаю. Второе. Зеленые яблоки. Зеленые яблоки. Ну, смотри. Зеленые яблоки. Яблоки. Так, дальше. Палка. Палка. Ну, не просто же палка. Может, палка какая-то палка. Может, клюка какая-либо. Ну, в общем, есть у вас ответ? Ответ есть? Итак, Андрюха уже догадался. Говори. Это? Не, 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 не. Золушка. Золушка? Мне нравится ход твоих мыслей. Где логика? Нет логики. А почему Золушка? Яблоко, потому что. Потому что яблоко. А что Золушка делала с яблоками? Пирог? Снял. Золушка укусила яблоко. Это была Белоснежка. А, Белоснежка. Которая приехала из аквапарка на палке, съела яблоко и умерла. Но, в принципе, вот дальше к ней обязательно должен был прийти тот, о ком идет речь в этом фильме. Итак, этот фильм называется... Последний богатырь. Аплодисменты команде из отряда 4. Ну, единственное... Подождите, давайте уже когда спросим у Александра Шарабарина, почему эти картинки. Итак, внимание, логика. Логика была какая у тех, кто составлял? У тебя. Не у меня? Все действие разворачивалось, начинало разворачиваться в аквапарке. Из аквапарка последний богатырь попадает в сказку. Все время Баба-яга ела яблоки. И... Она становилась молодой, потому что ела яблоки. И из палки меч появлялся. Леденец. Все логично. Если вы видели этот фильм, то здесь просто все понятно. Аплодисменты четвертому отряду. Все большие молодцы. Давайте им покричим. Молодцы! 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 Ну а теперь, я думаю, что стоит, наверное, включить погромче музыку. А то в зале очень неэнергично потанцуем. Так, чтобы Слава поддержала вас. Да, да, да. Ну и я объявляю следующий конкурс. Конкурс только для мальчиков. Девочки могут отдыхать, присаживаются на кресло. Болеют за своих парней. Парни идут сюда поближе, но не очень близко. И вот, вы видите нашу сильную половину конкурса. Давайте осыпем их аплодисментами. Конкурс очень простой. Сейчас каждый из вас должен вспомнить такую ситуацию, когда вы, быть может, получали хорошенько от мамы. Бывало такое? Бывало? Виталий, возьми, пожалуйста, микрофон. Итак, вспомни, Виталий, когда ты последний раз, ну не знаю, у кого-то ремень, у кого-то, быть может, наказание, лишение компьютера на две недели. Кто-то, может быть, остается без вкусняшки. Вот когда, в последний раз, тебя мама наказывала и за что? Домой поздно вернулся. А почему? Гулял. Где? На улице. То есть, а поздно это во сколько? Поздно. Понятно. Аплодисменты. Передаем. Никита, ну не знаю, мама тебя вообще лупит еще? Да, я причем не помню, какая именно была последняя ссора наша, но вроде бы тоже было то, что я поздно пришел домой или вообще не пришел. Она тебя лупит ремнем? Нет, на словах. Вот знаешь, раньше были такие стиральные машинки здоровские, вот сейчас они все вставляются, куда-то там запаиваются, а раньше у машинок был такой красивый шланг, который снимался. Резиновый, толстый и длинный. Посмотри на Катю сейчас, внимательно на Катю, смотри. Я ее лупила этим шлангом за то, что она приходила поздно с улицы. То есть, ты тоже приходил поздно, и мама тебя за это ругала? Да. Да. Так, дальше передаю. А, да, то, что рано приходило, да. Фил? Ничего удивительного, то же самое. Подождите, мы все были с Катей в тот момент? Мы втроем были. То есть, она досталась ей, да, я так понимаю? Ну, да. Ну, а тебя мама как наказывает? Никак. То есть, просто, просто как она? Ну-ну-ну, да, так? В меня один раз стулом кинули. И как со стулом? Все нормально? Я с ними больше не общаюсь. Со стульями? Да. Аплодисменты Фила. Передаем Семену. Семен. Ну, вот я знаю, что у тебя очень строгие родители. Семен, ну давай. Тебя когда последний раз ругали, за что? Последний четверть и за плохие оценки. Оказывается, князь плохо учится, а плохие оценки это какие? За тройки. Ты троечник? Семен, ты троечник? Почти. Почти троечник? Двоечник? Нет. А, ну то есть за плохие оценки, да? Почти ударник. Почти ударник. Аплодисменты Семена за честность. А как? Как она тебе? Как? Словами. Словами? Она бьет словами, да? Молодец, мама. Ну, давай, Даниил. За плохое поведение в школе. Сейчас я добавлю. Расскажи мне, что значит плохое поведение в школе. Ты что, кидался котлетами? А что делал? Студе. Разговаривал на уроке. Разговаривал на уроке с кем? С другом. С другом? Ладно бы с девчонкой, а то с другом. Ну и как мама отреагировала? Это была запись, да, наверное, в дневнике? Да. И мама тебя? Ругала. Как? Обычно. Ну, как обычно? Наказала. Как? Обычно. Стоитку. Ну, как, решила там ужина? Нет. Словами словесно. Она наказала тебя словесно. Аплодисменты Даниила. Но вот здесь, конечно, я не знаю, как будет выкручиваться Андрюха, потому что я знаю, что его мама безумно любит. И все-таки. Последний раз в наказание было то, что я не помыл посуду и убирался неделю в квартире. Вот это я понимаю, правильное наказание. Но ты понял, что лучше помыть одну тарелочку, чем потом целую неделю убирать за всеми, да? Ну, значит, мамы наказывают не зря. Не зря. Вот этот конкурс так и называется. Мама и сын. Итак, сейчас в роли мамы буду выступать я. Ну, во-первых, я мама. Мама двух детей. Открою вам секрет, я уже бабушка. Поэтому я знаю, что такое ребенок поздно пришел домой. Поздно или, как сейчас говорят молодежь, я рано пришел домой, рано утром. Итак, помимо того, что я вам буду задавать вопросы, а вы будете отвечать на них, на экране будут появляться слова, которые вы будете использовать в своей речи. Все понятно? Ну что, Андрюха, начнешь первой? Иди тогда вот сюда. Вот сюда, чтобы тебе были видны слова. Я твоя мама. Сейчас зал аплодирует четвертому Андрею по тряду. Андрея. Итак, вечер. Часы показывают 23.54. Андрея нет дома. А ему всего лишь 11 лет. И стук в дверь заходит Андрей. Не заходи в дом. Не заходи. Почему? Почему ты пришел так поздно? Рано пришел. Рано. Почти 12 ночи. Где ты был? Баран. Кто баран? Я. Я с тобой полностью согласна. Но бараны тоже спят уже в 10 часов. Андрюша, почему ты не думаешь о матери? Мог бы хотя бы позвонить. Забыл. Забыл что? Позвонить. Не убирай микрофон от лица. Мне уже очень трудно говорить много. Поэтому ступай в диалог со мной, иначе ты не зайдешь домой. Я тебя отлуплю, посажу на горох. Ну я просто загулялся с друзьями и все. До 12 ночи? Да. Кто твои друзья? Никита Баранов? Красава Данил, да. Красава Данил? Я знаю этого красаву Данила. Он вовсе не красава, а страшный мальчик. Страшный и плохой. Сколько раз я тебе говорила не дружить с ним? Невыносимо, но я с ним дружу. То есть он заставляет тебя дружить с ним? Почему ты никогда не говорил маме об этом? Потому что я бабуляба. Я так и подумала, что у ребенка жар. Или это все потому, что ты гуляешь поздно, на улице холодно, и ты простыл? Семечек переела. Срочно заходи, сынок, домой. Ложись спать. Я вызову скорую помощь. Аплодисменты Андрея. Молодец. Молодец. Семечек переел. Молодец. Молодец. Итак, та же самая ситуация. Даниил, но времени уже 00.36. Где же этот ребенок? Не могу взять та же трубку, телефон оставил дома, не может позвонить. Ах вот ты. Ну что ты скажешь матери? Пока ты не объяснишься, ноги твоей не будет дома. Это все нервы. Чьи? Могой нервы, мама. Баганова. Скажи, пожалуйста, а в предыдущей серии это не твой брат? Он был в ресторане. Баганов? Да. Ты заговариваешь мне зубы. Расскажи, почему ты поздно пришел домой? С кем ты был? Где ты был? С Багановой, Викибаной. Багановая, Викибана. Помогатор. Помогатор. Подождите, а мать очень нормальная, у нее дети такие родились. Что первый, что второй. Итак, ты был с Багановым, помогатором, Викибана. Скажи мне, это ваше какое-то новое волонтерское движение? Вы помогали престарелым? Вы работали в детском саду? Какой ты молодец. Я знала, что я выращу очень хорошего сына. Добрый парень, аплодисменты. Ха-ха, троечник. Итак, время 10 вечера. Следующего дня. Нет, нет. 10 вечера. Мама нашла дневник. Ну, пусть только придет. Я ему устрою, Кузькину мать. Ага. Как ты можешь это объяснить? Мне все равно, во сколько ты пришел. Но это двойка по музыке. Мы просто смотрели мультик «Цветик-семицветик». «Цветик-семицветик». Я, насколько я помню, там очень прекрасные песни. Очень прекрасная музыка. Почему ты не можешь брать пример хотя бы с артистов, которые так замечательно поют? Это что за двойка по музыке? Потому что они под поле. И так, тогда давай разберемся с географией. География 2. История 2. Физкультура 3 с плюсом. Семен, я уже не говорю о том, что ты почти пропустил спокойной ночи малышей. Почему ты поздно пришел домой и, естественно, снова не выучил уроки? Мне сложно с тобой, сынок. И сейчас тоже мне сложно. Это Загидуллин виноват. У вас в классе нет Загидулина. Ой, Загагулина виновата. Загагулина — это новая девочка в классе? Она тебе нравится? Ты уже отправил ей записку? Она мешает тебе слушать учителя? Вы сидите с ней за одной партой? Может быть, позвонить учителю? А как ты думаешь, сейчас уже поздно звонить вашей классной руководительнице? Я разберусь, чтобы срочно тебя пересадили от нее. Окей, гугл. Окей, гугл! Аплодисменты, Семен Князев! А мы разве с тобой еще не встречались? Нет. Фил, Фил, Фил. Я? Фил, говорят, что ты лучший, но я пока сказать не могу. Фил, тебя любят, быть может, многие, но сегодня ты заставил страдать мать. Времени сколько, Фил? Микрофон возьми. Восемнадцать ноль три. Восемнадцать ноль три какого дня? Я не знаю. Вот именно. А ушел ты в восемнадцать ноль три позавчера. Фил, сынок, где ты был? Я помидорки собирал. Помидорка, помидорка. Огурец, огурец. То есть ты только помидорки собирал и огурцы? Больше ты ничего не делал? Ну, еще сапоги чистил, видишь, вон почистил. Летом в сапогах не ходят. Ты был в чьем-то огороде? Нет. Я был в... Я в первом тряде был мало половины. Подожди, ты собирал половинки помидор и огурцов? Помидоров? Нет, я собирал потеряшки, чтобы отнести их в пионерскую. Ну, я думаю, все-таки это не объяснение. Ты хорошенько сейчас иди, сходи, умойся. И прежде чем пойти ужинать, подумай своим поведением. Я понял. Если вдруг меня устроит твое правильное объяснение, ты сможешь сегодня поесть салат с помидорами с огурцами. Спасибо. Аплодисменты. Это был Фил. И остался самый сложный ребенок. И улучшников ты еще не был. А, улучшников на закусочку. Но здесь, вы знаете, у нас с Никитой отдельная связь. Я в какой-то степени тоже считаю себя его мамой. Но если я могу, так считаю. Конечно. Да, потому что дело в том, что я его первая учительница в начальной школе. Он был такой маленький и всегда, можно я скажу всем детям, всегда плакал от плохих отметок. Было такое. Но сейчас, конечно, в это уже не верится, потому что он стал сильным, он стал очень высоким, он стал таким позитивным. И в него влюбляются все девчонки. Не знаю почему, но все-таки конкурс остается конкурсом. Поэтому. Итак, Никита. Мало того, что ты получил много замечаний в дневнике. Дневник пестрит не очень хорошими отметками. Ты не готовишь домашних заданий и еще позволяешь себе приходить так поздно домой. Почему ты пришел поздно домой? Ну, хоть пришел. Согласна. Спасибо, сын. Ты знаешь, что я обзвонила все больницы. Я позвонила в милицию. Ой, прости. В полицию. Я позвонила всем знакомым. Никто тебя не видел и не знает, где ты. Где ты был? Да, я во благо гулял. Я сундук искал. Повтори, пожалуйста, сынок. Сундук искал. Сундук искал. Тот бабушкин сундук, который ты продал за прошлой недели? Нет, я бабушкины каблуки потерял искал. Из сундука. А ты знаешь, что этот сундук нам дорог, как память. А каблуки, которые ты тоже потерял. Что мы будем говорить бабушке, когда она приедет? Мунштук. Что мунштук? То есть бабушка зайдет, мы ей скажем мунштук. А ты знаешь, что обозначает это слово мунштук? Нет. Нет. Ну тогда и не будем говорить. Мунштук это приспособление для курения сигарет. Ты что, куришь? А, все вспомнил. То есть ты все-таки куришь? Да нет, вы что? Ты куришь? Нет. Почему ты вспомнил слово мунштук? Или все-таки... Голову ударила, я сейчас все верну. Сынок, ты? Нет. Да? Да. Я индюка хочу. Индюка. Курочку я тебе даже сегодня не положила на тарелочку, потому что ты не заслужил. Вот как вернешь бабушкин сундучок, найдешь каблучки, забудешь о том, что можно курить парням твоего возраста. И тогда ты обязательно получишь и первое, и второе, и третье. И индюка, кстати, в соусе. Я исправлюсь. Аплодисменты Никите Баранову. Никита Лушников ждет поддержки. Я не помню. Ой, ну вот видишь, Баранов как у меня в голове остался все. Виталия Лушников ждет поддержки. Привет. Привет. Что значит привет? Ты на часы смотрел? Нет, у меня только рация. Ты на рацию смотрел? Там нет часов. Там есть фонарик. Мам, давай быстрее, мне музеяль смотреть надо. А быстрее что? Третье сентября. Быстрее что, Виталий? Ну у меня матч скоро. Третье сентября. А что быстрее? То есть мама быстрее поругай, мама быстрее прости, мама быстрее отстань. Нет, ну подожди, до каких пор я буду с тобой все время разговаривать и никакого толку? Увези меня в орбиту. Так вот именно после орбиты ты таким и становишься. Нет, это все пятый корпус. Пятый корпус еще в орбите не построен. Вы чем там занимаетесь в своей орбите? Мышку играем. Какую мышку? Вы знаете, дорогие мои первоотрядники, я знаю телефон вашего воспитателя и позвоню ей, узнаю и про мышку, и про пятый корпус. Вы вообще там спите? Сколько часов в сутки? Много. Много. Так вот я тебя предупреждаю, сынок, последний раз. Если ты еще раз заявишься после одиннадцати, домой я тебя не пущу. Никакие телевизоры, никакие мундиали и никакие там мало половин тебе не помогут. Договорились? А шо? Ты обещаешь слушать маму? Так. Обещаешь? Ну тогда мы верим твоим обещаниям. Аплодисменты, Виталий Лошниковович. Аплодируем всем мальчишкам и говорим им «Молодцы!» Девочки, и подходите к своим парням под аплодисменты зала. Саня, я бы попросила их. Что это такое? Это кто там, Колосова так кричит? Алена, Алена. Итак, следующий конкурс. Но вы бы уже подумали, что это конкурс, который выполняли вчера малыши, засовывая газету в бутылку. Но у меня нет бутылок и никуда засовывать ее не нужно было. Газету. Просто читаем. Просто читаем. Знакомимся с прессой. Знакомимся с прессой. Вы же уже взросленькие. Ну какие вам бутылки? Ой, ошибочка по фрейгу. Конечно же, вы взрослые, поэтому чаще всего дети, когда мальчик и девочка рядом, конечно же, они хотят все время танцевать. Объявляем старинный конкурс «Танец на газете». А вот Быковой не повезло, потому что у Лушникова сильно болит спина. Итак, кладем газету. Очень удобное место найдите. Можно в шахматном порядке. И так, как вы понимаете, все по-взрослому. Вот есть газета. Вы на нее вдвоем встаете. Встаете, встаете. И танцуете до тех пор, пока не закончится музыка. Все понятно? Аплодисменты всем участникам. Смотрим, как они двигаются под горды. Зал аплодируем. Если кто-то выйдет за газету, он выходит из конкурса. По-моему, у нас уже есть порванная газета. Можно, пожалуйста, небольшое дополнение. Дело в том, что... Как вы думаете, вы просто так, что ли, стали на газету? С нее сходить нельзя. Вот смотрите, сейчас двум парам я сейчас произведу замену паркетного пола. Но только потому, что я не огласила задание изначально. И так, пожалуйста, Виталий и Семен, возьмите газетку. Поменяйтесь. Сразу предупреждаю, что если такой разрыв произойдет, пара выбывает из конкурса. Все понятно? И так, мальчики, берем газету. Аккуратненько танцуют, не рвем газеты. Жюри следит за тем, чтобы газета не была порвана. Да что ж такое-то? Вот так разреши одним и начинается. Ты можешь не укладывать, Никита, потому что сейчас... Да, можете разуться, если хотите. Потому что сейчас вы берете, мальчики, газету. Уходим с нее. Берем, берем газету. Складываем пополам. Складываем пополам. Кладем на пол. И снова танцуем. Вместе. Можно, как хотите. Главное, чтобы не порвалась газета и нога не встала за территорию газеты. Все понятно? Ну и танец должен быть все-таки танцем, а не просто. Зааплодируем. 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 Вот это да. Жури смотрит, жури смотрит. И называет, какая пара уже может покинуть нас. У Быковой просто большой размер ноги. Аплодисменты. 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 Уходим с газеты. Мальчики берут газеты, складывают пополам. Ну ладно, эти взрослые. А что сделает Андрюха Трифаненков? Он очень интеллигентный. Ну тоже неплохо. Андрюха. И Андрюха говорит, запрыгивай. Так, ну подождите, ноги все равно должны быть на газете. А у князя уже ноги не помещаются на этот куночек. Так, аккуратно. Так, жюри, вы должны отслеживать, потому что кого-то мы уже должны выгнать. Итак, аплодисменты участника. Очень аккуратно. Музыка. Аплодисменты. Мы прощаемся с парой из четвертого отряда. Они у нас молодцы. Молодцы. Итак, мальчики берут газету. Складывают пополам. Посмотрите, дай-ка, дай-дай-дай-дай. Князев как пополам складывает. Ах ты хитруля. Нет, подожди. Я сделаю правильно. Так у него уже нога туда не помещается, в принципе. Ну подожди, у нее нога поменьше, пусть она встает, а ты и на плечи. Итак, ну не знаю, это могут быть, да, на носочках, на носочках. А что делать с девчонкой? Спереди. Только брать на руки. А если... Ну вот так еще нормально, да. Вставай, вставай. Нет, ногой нельзя ступать. Посмотри, вот так вот можно, да. Ну вот так вот можно. Вот так все, вот так, вот. Вот так. Вот вообще прекрасно. Итак, аплодисменты участникам. Танцуй. Аплодисменты. Аплодисменты мы прощаемся с Виталией Филом и их прекрасными половинками. Так. Семен уже устал. Ну как вы понимаете, складываем еще пополам. Ну вы очень близко к краю. Отходите от края, да. Нет, уже так не пойдет. Вот так можно. Но если ты не будешь касаться. Вот уже Семен касается. Ну, не знаю, жюри, так можно? Не видно пяток. Ставьте вот так вот. Но пока нормально, мы думаем, это ненадолго. Поэтому можно. Итак, вот сейчас, наверное, решится, кто же станет победителем. Самый сильный парень. Итак, готовы? Семен, у тебя пятки встали. Поехали. И вот они победили. Аплодисменты всем. Молодцы. 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 Забирайте, забирайте газету. Будем сейчас. Да, просто можете уже теперь выйти без газеты. Просто показать, как вы умеете красиво танцевать. Под аплодисменты зала. Действительная коллектива зааплодирует Валерия. Алисия не стоит. Алисия, Алисия. Аплодисменты. Молодцы. 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 Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется очень просто. Фанты. Вы когда-нибудь играли в фанты? Фанты. Какой, Арина, какой твой самый дурацкий фант был когда-либо? Что нужно было сделать? Сесть в позе лотоса и сказать «Я великая и прекрасная мать вселенная». Ну, интересное задание. Передавай. Таня, у тебя когда был самый дурацкий фант попадался? Я не играла. О, ты многое потеряла. Даша? Ну, наверное, когда меня отправили на улицу к мужчине в непонятном виде, попросили брать у него интервью, а потом пригласить потанцевать. Действительно дурацкое задание. Алисия? Просто ползать. Просто ползать. Где? На ковре. Ползать на ковре? То есть представить себя собачкой, да? Нет. Хорошо. Но, правда, тоже, я считаю, дурацкий факт. Так, у вас, девчонки, Юля? Да ладно, придумали бы уже. Подойти к прохожему и полазить у него в карманах. По-моему, это подсудное дело. Не играй больше в такие игры. Я не играла. Не играла? Ну, не знаю, неужели вам не попадался фант залезть под стол и прокукарекать? Там полаять, как собачка. И вот сразу все вспомнили. Ну, в общем, мы сейчас с вами играем в фанты. В фанты, то есть каждый из вас будет выполнять какое-то задание. Задание я придумывать не буду. Оно есть у меня вот здесь на листочке. И кто будет выполнять фант, тоже будет зависеть от того, у кого вот эта милая собачка окажется в руках. Итак, посмотрите. Есть собачка, ее нужно передавать. Передайте. Передаем, 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 передаем. А потом в обратку, а потом в обратку, в обратку. Звучит музыка, у кого остается собачка, тот и выполняет фант, который я случайным образом вытягиваю из своей руки. Договорились? Согласны? Все, поехали. Арина, ты первая. Отдай, пожалуйста, так. Тебе микрофон, вот смотри, я не знаю, вытягиваю центральный. Итак, Арина, тебе нужно прочитать. Читай. Всполнить песню. Аплодисменты. Перед вами выступает певица из третьего отряда Арина Злобина. Песню я самой выбирать? Ну, хочешь, я выберу. Спой песню, в траве сделку с нейчиком. Тогда выбирай сама. Стоп, пипл, стоп, пипл, а-а-а-а-а-а, глянись, закрой глаза, улыбнись, это может быть очень просто. Стоп, пипл, стоп, пипл, э-э-э-э, это твоя жизнь, поверь себе, скажи себе, просто стоп. Она молодец, аплодисменты. Ты можешь уже стоять со мной и просто ржать со своими соучастницами. Итак, продолжаем. Сегодня, видимо, на третий отряд нашла невезуха. Итак, держи микрофон, вытягиваем фанк. Итак, тебе нужна кричалка болельщиков. Ты должна научить зал кричать кричалку болельщиков. Пожалуйста, поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но ты же понимаешь, смотри, в принципе, зал поддаётся обучению. Кричат громко, ярко. Твоя задача сейчас научить кричалки болельщиков. Прямо сейчас. Пожалуйста. Запоминай. Говори. Юля, время. Юля, время. Россия чемпион. Оле, оле, оле. Ну ты должна забрать рейк. Вот смотри, вот я хочешь научу зал кричалки? Вот смотри, я сейчас научу детей не очень хорошие кричалки. Если наши проиграют, наши ваши наваляют. Нормально? Три, четыре. Если наши проиграют, наши ваши наваляют. А ещё есть, например, такая. Пейте, дети, молоко вам до... Кого, например? До кого? До наших. До наших. Вам до Алисе? До наших. До наших. Туалет недалеко. А почему здесь кричалка? Ну давай, давай, давай. Лучше, если научила, тогда учи. Как это должно быть? Россия чемпион. Давай, давай, давай. Вы должны хлопать и кричать. Оле, оле, оле. Давай, говори. Оле, 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 оле. Россия чемпион. Россия чемпион. Которую я слышала аплодисменты. И, Юля, держи свой фан. Отдавай микрофон. С тобой рядом с Ариной. Итак, продолжаем. Я не знаю. Итак. Читай. Читай. Рассказать анекдот. Итак, анекдот от прекрасной, я надеюсь, очень умной девочки Дарьи Мальковой. Ну, Малькова. Итак, тишина, внимание, анекдот. Ну, ты помнишь, да, что у нас детский лагерь? Иди. Итак, мы слушаем. Поддержим аплодисменты. Даша, да ладно. Анекдот просто не слушаю, не знаю. В помощь из зала. Давайте, в помощь из зала. Помощь вон из зала прибежала. Гуратин, алтанул, колодок повесил. Миша, в помощь из зала. Ну, он только что тебе показал. Не мне показывал. А, Олеся, ты зачем? Ей же не достанется рассказать анекдот. Как, почему? У всех разные фанты. Миша, ты что, не понял задание? Ай-яй-яй-яй. Олеся быстренько подсказала. Быстренько. Гуратин, алтанул, колодок повесил. Итак, внимание, анекдот. Анекдот с помощью Олеси. Вася. Шутка в том, что ее никто все равно не поймет. Потому что логики у нас нет. Главное, ты поняла. Главное, ты поняла. Да, мало половин аплодисменты. Держи. Итак, вот смотри, у Князева иди возьми газету. Там обязательно будут анекдоты. Прочти какой-нибудь. Слюшик сюда, Даша. А, или почитай газету. Таня! Ну, нет, уж давайте, уж если сейчас игрушка здесь. Какая разница, все равно все будете участвовать. Держи микрофон. Итак, мы вытягиваем. И тебе нужно. Ой, вот именно то, что я забыла. Быстро в пионерскую, Чумак. Скажи ему, что нужно сделать. Здрасте. Добеги в пионерскую уже. Давайте посмотрим, засечем, за сколько времени у нас прибежит Влад Чумак. Владик, Владик, Владик. Владик, Владик. А он, кстати, Владик. Владивосток. Владислав. Итак, кто засек время? Вот всегда я знаю, что я когда выбираюсь на конкурс, обязательно что-нибудь забуду. Ну, ничего, сейчас Влад нас спасешь, потому что он уже бежит, не бежит. А, слушай. Кто самое чувство, когда ты круче всех. Кто самое чувство, когда ты круче всех. Не, 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 не. Ну ты что смеешься? На йоге, по-моему. Мы там все равно объемы. Там два шкафа с книгами. Итак, читай задание. Книга на голове. Нужно пронести, как настоящая модель, книгу на голове. Вот оттуда, вот досюда. Книги нет у нас, Владислав Третьяков. 46 секунд. Два шкафа с книгами, два шкафа. Ну нет уж, если это книга, Миша, принеси, пожалуйста, книгу, а? Криша, 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 криша. Нет, не будем мы разыгрывать ни команды здесь зала. Ну смотри, попробуй давай с кассетой. Кассета скользкая какая-то. Отдай мне микрофон, попробуй походить. Итак, ну уже неплохо, уже неплохо, уже неплохо. Поворачивайся назад. А теперь руку одну правую на пояс. И идем модельной походкой. Еще красивее, еще красивее. Вот видишь, потому что книгу надо. Вот и книга. Миша, молодец, аплодисменты. Идем вон туда. Итак, сначала аплодируем, потом тишина, потому что от вибраций может книга упасть. На, ты можешь сама поставить. Как тебе удобно приноровиться. Теперь уже левая рука на пояс. Левая, поехали. Тишина, тишина. Волнуемся, волнуемся. Красивее, красивее идем. Бедра слева, направо. Она это сделала. Аплодисменты. Молодец! У нас остались две девочки. Таня и Алисия. Два панта. Можно на нас. Быкова все-таки подставила ее, да? Ну, давай, не знаю. Ну, давай вот это вот тебе. Это? О-о-о-о. Бери микрофон. А, зачем он тебе не нужен? Ну, прочитай сама, чтобы прочитала. Восточный танец. Восточный танец. Аплодисменты. Ой, Быкова всталяла. И так, восточный танец. Восточный танец. Оно встала. Оно встал? У нас настоящий восточный танец, аплодисменты, вот настоящая восточная музыка. Молодец! Вы не представляете, что досталось Быковой. Ей досталось то, чего она делать точно не умеет. Иди вот сюда, бери микрофон. Смотрите на ее реакцию. Давай. Пожди спеть песню. Прочитай стихотворение. Аплодисменты. Подожди, ну какое ему стихотворение? Ты все равно в школе учила? Молокоморье. О, давай. Итак, внимание, стихотворение от Алиси Быковой. Александр Сергеевич Пушкин. Молокоморье дуб зеленый, золотая цепь над иптом. И днем ночи кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит. Налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на тях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка, там на неведомых дорожках. Ты без окон без дверей. Ну и достаточно. Аплодисменты. Алиса, молодец. А теперь, Алиса, задание от меня. Ты же помнишь твоя самая любимая скороговорка? Шел грека через реку. Видит грека в реке рак. Сунул грека в реку руку. Рак за руку грека цап. Аплодисменты. Послушайте, как это звучит. Шел грека через реку. Видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку греку цап. Греку! Скажи, украли ритминженатом? Давай. Украли рефрижератор. Караул украли рефрижератор. Давай. Караул украли рефрижератор. Помощу. Аплодисменты Алисе Выковой. И все девчонки. Мамо-молодцы! 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 Люди, вставайте, а то зачитались там уже. Идите к своим девчонкам. Подборные аплодисменты. А куда хотите. Мамо-молодцы! 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 Я не смогла не использовать этот конкурс, потому что вы все очень артистичны, да. И как вы понимаете, это «Сказка Экспром». В «Сказке Экспром» у меня есть роли, которые я сейчас раздам. Случайным выбором вы их примете. И так начнем тогда уже с того края, а то им все время достается что-то не так. Итак, одну только, одну тянем, одну, одну, ну, каждую одну. Одну, 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 одну. Итак, расходимся за кулисы. Как вы понимаете, «Сказка Экспром» — это сказка, которую дети еще не слышали. Конечно же, они ее не готовили. И сказка, конечно же, называется «Сказка о любви». Встречаем бурными аплодисментами. Итак, полная тишина в зале. Слушаем, смотрим, аплодируем. Итак, жила-была мачеха. Она была злая, жестокая, на всех смотрела из-под лобья и готова была всегда вступиться за своих детей. И было у нее три дочери, две ленивицы, только и делали, что с собой любовались. А две ленивицы, две дочери, дочери-ленивицы, только и делали, что с собой любовались. Какие глазки, говорили у меня, смотря в зеркало. Ой, какие у меня пухлые губки, смотря в зеркало. Смотря в зеркало. Расчесывали свои длинные волосы и считали себя самыми красивыми на свете. Но, смотря на свою сестру, каждая думала, я красивее, я красивее, я, я красивее. А третья дочка работящая. И пол подметает, и посуду моет, и стирает, и обувь своим чистит. В общем, помогает по дому, как может. Сестры над ней надсмехаются, просто ржут в голос. В голос ржут! А работящая работает, все время полы моет, стирает, подметает. Но работящая не обижается. Разговаривает чаще не с сёстрами, а со своим конём. Любимой собакой-жучкой. И реактивным котом Борисом. Конь, собака и кот старших сестёр не любили. Конь на них бил своим копытом и очень громко ржал. Собака бегала вокруг них и хватала их за коленки своими острыми зубами. А Борис своими когтями пытался поцарапать сёстрам мизинец левой ноги. И вот однажды, внимание, однажды в том королевстве наступил день бала, на котором принц, принц и два его друга-близнеца должны были показать мастер-класс по каратэ. Кунг-фу и сумо. Ну и потанцевать тоже. Но добрая дочь, хозяйственная, не могла поехать на бал, потому что её отлупила мачеха. И у неё не было красивого платья. Мачеха взяла под руки своих дочерей и отправилась на бал в припрыжку. А работящая осталась одна и всё время плакала. И тут появилась фея с феем. Они прибыли летящей походкой, подмигивая правым глазом. Как бы намекая работящей, что хотят ей помочь. Но работящая не сразу поняла. Она бегала вокруг них и говорила, что это значит, что это значит. Говори! Феи! 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 Перестали моргать и начали танцевать ритуальный танец со словами и произносить ритуальные возгласы. Работящая! Работящая превратилась в принцессу. Работящая превратилась в принцессу. Села на коня. Взяла жучку. Жучка взяла Бориса. И поехали они на бал. И вот начался бал. На него прибыли мачеха со своими дочерьми. Они сходу, сходу начали танцевать, зажигательные танцы. Близнецы, увидев их, сразу влюбились. Побежали, поцеловали их обеих в щеку и начали танцевать. Медленный танец. Медленный. То с сестрами. То друг с другом. Но вдруг раздался собачий лай. Лошадиное решание. И возгласы. В чем секрет кота Бориса? Это верхом, наконец, собака в руках и коту в лапах. Едет третья дочь, работница на бал. Принц взглянул на нее. Принц взглянул. Взглянул на нее и понял, что она очень добрая. Готов. Снял с коня. Снял с коня. И начал танцевать с ней. А ленивецы поняли, что шансов с принцем построить отношения нет. Пошли танцевать Бугулябу с Борисом и Жучкой. С Борисом и Жучкой. С Борисом и Жучкой. С Борисом и Жучкой. Учим groupe. Короче, все в конце концов Начали танцевать танец морячка. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыба. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыба. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Затем они вспомнили песню первого отряда Малополовин. И все кончилось благополучно. С тех пор все живут, любят друг друга и стали настоящими друзьями. Аплодисменты! Молодцы! Аплодисменты! Я как понимаю, что у нас большие проблемы с ужином, времени без десяти семь, ужин в семь, мы еще не показали ни одного домашнего задания. А может быть, это и к лучшему? Идем ужины, переодеваемся, домашнее задание и вечерний выход. Итак, домашнее задание и начинает показ, конечно же, самые младшие дети, которые ждут вашей поддержки. Это четвертый отряд и, как вы помните, это Алена и Андрей. Домашнее задание. Аплодисменты! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! На сцену выходят какие-то красные линии и черные линии. Но и если, конечно же, увидеть множество, то это домашнее задание третьего отряда. Юля, Даниил, Арина и Семен. Встречаем бурными аплодисментами «Домашнее задание» третий отряд. Домашнее задание «Домашнее задание» третий отряд. Домашнее задание «Домашнее задание» третий отряд. Продолжение следует... 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 А что такое? Я ее новый хахаль. А мне-то что? Я ее отец. Олеся, я давно хотел тебе сказать, меня забирают в рекруты. Но долго? Вообще-то на 25 лет. Но так как у меня есть высшее образование, всего на 23. Всего 23 года, Лушников. Олеся, а пойдем на речку. Сейчас, только удочки возьму. Какие удочки? Праздник Ивана Купала. Венки неси. Лушников, Лушников, меня за Лешу выдают. И не ревнивый, но общагу спалю. Обиделся? Да. А куда ты денешься? Некрасивая я, не стройна, не умна. Мои ноги растут не с ушей, а из бедер. Мне на это начать, мое счастье, что я. Одна девка в деревне, одна девка в деревне. Лушников, неужели ты не понимаешь? Я люблю тебя. Олеся. О, я птица-говарун. Отличаюсь с умом и сообразительностью. Олеся, 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 да птицы кричат, да птицы кричат, да птицы кричат. О, я птицы кричат, да птицы кричат, да птицы кричат. Встречаем домашние задания Дарьи и Никиты с бурными аплодисментами. Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе ведь чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое, зловещее, спасу тебя. Это будет сердцем велено, мне сердцем велено. Ты же сильный у меня, сильный улыбник. Редактор субтитров А.Семкин Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты сама не боишься ни свистов руки, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Не заплатишь и не застонешь, если захочешь. И станешь плавной, и станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобой такую верну, и кто научит? Хоть наручно, хоть на мгновенье я прошу обея. Помоги мне в себя поверить, и стань слабее. Ты и я! Ты и я! Ты и я! Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста. И тогда мы дарим тебе чудо запросто. И тогда я вылуху, вырасту, стану особенным. У нас сгорячего дома, мы несут тебя соною. Станешь плавной, и станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобой такой верен, и кто научит? Хоть наручно, хоть на мгновенье я прошу обея. Помоги мне в себя поверить, и стань слабее. Ты и я! Ты и я! Я с тобой такой верен, и кто научит? Хоть наручно, хоть на мгновенье я прошу обея. Помоги мне в себя поверить, и стань слабее. Станешь плавной, станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобой такой уверенный трудно очень. Хоть на душу, хоть на мгновение, я прошу, люби. Помоги мне в себя поверить, стань слабее. Аплодисменты! Молодцы! Ничего, что вам дольше всех переодеваться. Но бегом, 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 бегом. Зал аплодирует, потому что действительно это было очень красиво. А скажите, первый отряд, а у них любовь? Нет! Это половина говорит, да, это нет. Первый отряд, у них любовь? Нет! Да? Да, вот Алексей Боганов своим вот взглядом таким понятливым, он сразу понял, что это любовь. Да, Алексей? Да! Алексей, любовь? Алексей Боганов, любовь? Да. Ты думаешь, что да? Ну давайте проголосуем. Кто считает, что это любовь? Поднимите руки. Выси руки! Выси! Свободная касса. Свободная касса! Свободная касса! Все, опускаем. Кто считает, что это не любовь? Это вы вообще проиграли сто раз по пятьдесят. Поэтому, нет, я думаю, что какие чувства могли показать только те, у которых они есть. Значит, чувства есть, это здорово. Говорят, что красота и любовь спасет мир. И так у нас остался только вечерний выход. Поэтому, можно сейчас очень громко поболеть за своих любимцев. Покричать их, чтобы они слышали, что их поддерживают. Кто-то болеет за Семенов. Кто-то за Даниила. А еще на помощь нет. Даниил, иди поторопись всем, Даниил. Поторопись. Даниил! 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 Здраво! Странно, главное… Последний, за счетом Кадаши Никита переодеваются на себя все. Даниил! Вы готовы? Даниил! Вы готовы? Тогда слушайте, кто себя услышит. Да! Но я же не обысковалась, что я не даже ушла. Даниил! Даниил! Так, слышу болеет за первый. Хорошо! Легко говорит. Слушай болеет за третий. Хорошо! А второй вообще сидит. А второй не болит, а второй. А давайте второй, второй. Девушки, первый, 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 первый. Посмотрим, готовы там у нас Алиса и Даша? Третий. Слышу третий. Пятый. А пятый участвует? Шаль. Шаль. Мы не знаем насчет болельщиков, но для жюри сегодня очень страшно. Решение. Но как они выберут сегодняшних победителей, я не знаю. Итак, кто у нас? Все готовы? Мы все готовы. Вот они, девчонки, вечно так долго собираются. Ну тогда, Алексей, я забыла порядок. Порядок. Что там лошадка? Куда она побежала? Пионерскую? По песочку. Кстати, а почему по лошадке не прибежали в пионерскую? А вы знаете, что раньше пионеры показывали салют пионерский? А знаете, как это было? Поставили две руки вот так. Да. А теперь левую руку уберите. Левую. Вот это и есть пионерский салют. Давайте тогда, если лошадка побежала в пионерскую, то мы сразу поднимаем пионерскую. Лошадка побежала в пионерскую. О, красивая. Ну давай, Алексей, иди запрыгивай. Не забудь про пионерскую. Мы дадим возможность арене переодеться и отдышаться. Пожалуйста. Итак, лошадка бежит по камешкам. Там много камушков. Очень много, там галька. В смысле не Галина Николаевна, а в смысле Галина какая была. Теперь бежит по песочку. Теперь по песочку. И опять по песочку. Она в пустыне. Да, хорошо. Теперь она бежит по водичке. По водичке, по водичке бежит. Все бежит по водичке, как Миша Иванов. Не забудьте забежать в пионерскую. Да. Она прямо на глубине. Ну да, да, да. И прилегает в пустыню. А из пустыни напрямую в пионерскую. Ой, в пионерской посидели, посидели, всем поругали, мы устали. И пошли в Макдональдс. 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 Свободная каста. А Киевси? Киевси? Киевси. А как Киевси? Тоже свободная каста? А столовые орбиты? А столовые орбиты? Не придумайте, здесь все бесплатно. Все, Алексей, спасибо. Ты нам больше не нужен. Потому что все уже готовы. Столовые орбиты? Я поймал это. Алексей, аплодисменты. Спасибо ему за помощь и поддержку. Я так поняла, что у нас работа идет без света. Без свет света. Именно так. Спасибо, Владимир, я бы не знала без вас. Аплодисменты лучшему диджею в мире. Микрофон у меня пусть сломается, потому что сейчас будет только музыка. Итак, встречаем участники сегодняшнего конкурса аплодисменты. Аплодисменты! Аплодисменты мальчишкам! Аплодисменты! 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 Эйд! Эйд! Аплодисменты! Первый, третий, четвертый отряды! Первый, третий, четвертый отряды! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И прекрасная Алена. Четвертый, вас не слышно. Адрес номер три. Занил. И Юлия. И снова Адрес номер три. Семен. И снова Адрес номер три. И Арина. Третий отряд вас не слышно. Адрес номер два. Адрес номер два. Шил. И Катьяна. Второй, я на что-то тоже не слышу. Но может быть, первый сейчас покажется. Никита! Гоша! Первый Андреал! И снова первая, Виталия Лучникова! Виталия Лучникова! Виталия Лучникова! И приглашаем всех участников на сцену! Виталия Лучникова! Спасибо! Давайте начнем наоборот отсюда. Олеся и Виталий, начните отсюда. И вот сейчас вы не представляете, какое у меня прекрасное чувство, потому что впервые за всю историю конкурса «Мистер Мист» жюри пришлось ждать нас. Аплодисменты участникам, потому что, действительно, это впервые. А вообще, я хочу вам сказать, дети, что вы очень-очень плохо поддерживающие дети. Виталия Лучникова! Если бы я выступала, я бы уже заплакала и ушла. Стоп! 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 Мы начинаем с номинации «Мистер» и «Мисс Орбиттанц». Итак, номинации конкурса «Мистер» и «Мисс Орбиттанц». В номинации «Мистер Фристайл» побеждает Фащук Филипп. В номинации «Мисс Вдохновение» Рябова Татьяна, 2-й отряд. В номинации «Мистер Сила» Баранов Никита. В номинации «Мисс Грация» Буваева Юлия, 3-й отряд. «Мистер Мачо» Я даже знаю, кто это может быть. Князев Семен, 3-й отряд. «Машо» В номинации «Мисс Экспрессия» Балькова Дарья, 1-й отряд. «Экспрессия» В номинации «Мисс Экспрессия» Сегодня уже есть «Мистер Стиль» Трифоненко Андреевича, 5-й отряд. «Мисс Улыбка» Бибахина Алёна, 4-й отряд. «Мисс Улыбка» Бибахина Алёна, 4-й отряд. «Мисс» Позже все вопросы. «Пионерская» Прозвучало слово «пионерской» Мисс Оригинальность. Выкова Олеся 1-го объекта. Науреат конкурса «Мистер и мисс Орбита» в номинации «Мистер зрительских симпатий» Шевцов Даниил 3-го объекта. В номинации «Мисс зрительских симпатий» в номинарии на 3-й отряд. Номинация «Супер пара». Раз-два одинакового диплома. Победитель конкурса в номинации «Супер пара» Никита Баралов-Старя Майкова. Вот она победа. Медаль нашли чемпиона «Супер пара второй смены 2018». Победитель конкурса «Мистер и мисс Орбита» в номинации «Вице-мистер Орбита» Награждается Трифоненков Андрей. Ну, всё такое должно было быть чуть-чуть. И хватило возраста в номинации «Вице-мистер Орбита» Награждается… Рябова Татьяна «Вице-мистер Орбита» Ну и самое главное. Победитель конкурса «Мистер и мисс Орбита» в номинации «Мистер Орбита» Награждается… Лучший год медалью! АПЛОДИСМЕНТЫ В номинации «Вице-мистер Орбита» В номинации «Вице-мистер Орбита» Выковались оператором! В ПАЛИСОВННЫЙ Находные! Дайте награду, дайте получить награду! Дай defense! Игранту! Знаете, спасибо! Обожаем Voyagene! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok